Привет, я Клифф Хэнгер, и это фильм «Голодные сердца». Психически нестабильная мать пичкает новорожденного ребенка отравляющим маслом. Это грозит отсталостью в развитии, рахитом и поражением нервной системы. Ваш сын в опасности. Фильм начинается со сцены неловкого знакомства главных героев – девушки Мины и Джуда. Они оказываются заперты в туалете ресторана китайской кухни, где заклинило замок. От естественных миазмов, биологических отходов героине плохо, ну а парню из-за проблем с желудком приходится дополнять ароматы. Чтобы выбраться и избежать мучительной смерти от Вони, герои звонят по мобильнику в ресторан, но из-за языкового барьера их не понимают. Они коротают время дружеской беседы, пока не появляется сотрудник общепита и не вызволяет их из толчкового плена. В следующей сцене герои спят вместе в одной постели. Мину будет телефонный звонок с работы, она узнает, что ее переводят на новое место. Джуд воспринимает новость в штыки, ибо никуда не хочет уезжать. Ситуация чревата разрывом. Тем не менее, у них есть еще где-то два месяца, которые пара проводит с чувством, с толком, с расстановкой. После нескольких раундов постельных игрищ, Мина узнает, что беременна. Новость выбивает любовников из колеи, но Джуд рад ребенку, даже больше подруги. Молодые решают узаконить отношения и связаться узами брака по залету. Непосредственно на свадьбе невеста знакомится с Энн, матерью Джуда, которая предлагает ей всю посильную помощь, если та понадобится. Джуд исполняет для новоиспеченной супруги песню, после чего они удаляются на кухню ресторана для исполнения супружеского долга. Внезапно Мина слышит выстрел. Они выходят в зал, где не осталось никого из гостей. Снаружи на деревянной набережной лежит мертвый олень, над которым навис охотник с винтовкой. Он уходит прочь, оставив дичь валяться под дождем. Все это оказывается ночным кошмаром героини. На кухне Джуд уже завтракает, беседуя с кем-то из друзей. Тот приглашает их на свою выставку. Жена рассказывает ему про сон, который регулярно повторяется. Из-за него у Мины плохой аппетит. Пара отправляется на выставку, где друзья обсуждают разное, в том числе и нюансы воспитания младенцев. Мине становится дурно, и она выходит на свежий воздух, где кто-то жарит мясо на гриле. От аромата еды и слабости девушка падает в обморок. На осмотре у доктора выясняется, что героиня в последнее время отказывается есть мясо. Врач напоминает, что необходимо тщательно и получше питаться. Это нужно для полноценного развития плода. Однако Мине не нравится его совет, и она норовит побыстрее закончить осмотр. Однажды, гуляя по вечернему городу, героиня натыкается на салон ясновидящей, гадающей по руке. Она заходит на прием, чтобы узнать свое будущее. Позже вечером она рассказывает мужу, что гадалка предсказала ей ребенка Индигу. Разговор заходит о гастрономических пристрастиях. Мина считает, что ее проблемы с аппетитом вызваны заботой о ребенке, который сам выбирает, чем питаться. Вдобавок она хочет поменять доктора на приверженца нетрадиционной медицины. Со временем выясняется, что из-за недоедания у Мины проблемы с беременностью. Она не может самостоятельно родить, и необходимо кесарево сечение. Она категорически против, но выбора нет. После родов героиня с трудом встает с постели и отправляется бродить по коридорам поликлиники в поисках ребенка. Джуду приходится возвращать истерящую жену в палату, но та рвется посмотреть на младенца, даже вопреки правилам. Она хочет поддержать ребенка, но тот находится в инкубаторе. Нехотя врач разрешает достать младенца, и счастливая мать качает его на руках. Проходит еще время. Ребенок растет. Квартира обезопасена. Углы обиты, лестница огорожена. Занятая заботой о малыше Мина игнорирует звонки от друзей и подруг. Однажды Джуд замечает, что у малыша повышенная температура. Супруга не видит в этом ничего плохого. Она отказывается вести сына к врачу, предпочитая практиковать антивакционные настроения. Обсуждение проблемы перерастает в спор. Джуд настаивает на враче, а Мина искренне верит, что ей как матери виднее. У героини потихоньку формируется маниакальная одержимость контролем. Она не хочет выходить с ребенком на улицу, опасаясь, что там он может подхватить какую-нибудь заразу. Все попытки мужа образумить логическими доводами Мина встречает в штыки и оскорблениями. Когда героиню вызывают на работу в качестве одолжения, она впервые оставляет ребенка без присмотра. Джуд пользуется возможностью, чтобы отвезти сына на прием к врачу. Доктор замечает, что ребенок не растет. Физическое развитие отстает от нормы, что вызвано неправильным питанием. Выясняется, что ребенок не наблюдается у педиатра, потому что жена им не доверяет. К тому же она несколько месяцев кормит сына обычной едой, точнее тем, что веганы принимают за нее. Данная диета и привела к проблемам в развитии из-за нехватки нужных питательных веществ. Доктор прямым текстом говорит Джуду, что его сын в опасности и нужно срочно кормить его мясом и питательными смесями. Мужчина принимается выполнять рекомендации врача. Супруга по возвращении крайне не рада такому самоуправству, но Джуд отвечает, что не может смотреть, как ребенок умирает от голода. Проветрив голову на крыше, супруга таки разрешает мужу кормить детеныша в обмен за обещание не повышать при нем голос. Однако пока он на работе, Мина пичкает сына специальным маслом, чтобы вывести из желудка все нехорошие питательные вещества. Джуд замечает, что сын не набрал ни грамма веса спустя две недели соблюдения врачебных рекомендаций. Он настаивает, что ребенка нужно показать врачу. Ночью, пока жена спит, герой роется в медицинских препаратах, где находит подозрительное масло. Днем, когда Мина забирает сына в ванну после кормления, мужчина звонит доктору, чтобы узнать, чем жена пичкает сына. Он обвиняет жену в попытке убить сына и прописывает ей воспитательного леща. Вернувшись на следующий день с работы, Джуд не находит в комнате ни супруги, ни отпрыска. Он отправляется искать на улицу и уже затемно натыкается на них. Супруги мирятся и вместе идут домой. Вскоре молодую семью навещает мать Джуда Энн. Она хочет посмотреть на внука, но Мина не горит желанием пускать свекровь в комнату и не хочет давать сына бабушке. Герой одевается, чтобы проводить мать до метро и берет ребенка с собой на прогулку. Джуд не хочет матери рассказывать о семейных проблемах, несмотря на то, что та прекрасно видит, что с невесткой и внуком что-то не то. Герой пользуется прогулкой, чтобы накормить сына втайне от жены. Попутно он объясняет матери, что у жены навязчивая идея о здоровом питании, которое не такое уж и здоровое. Однако бабушка использует более емкий термин – сумасшедшее – и просит сына принять меры. По возвращении домой Мина тщательно принюхивается к ребенку, подозревая, что он покушал. Джуд отвлекает ее внимание свежими авокадо. Он пытается поговорить с женой, но та обвиняет его в излишнем недоверии и чрезмерном контроле. Ночью, когда Джуд ложится спать, она наклоняется над ним и говорит, что детеныша вырвала мясом. Тогда герой обращается к адвокату, чтобы решить, что делать дальше. Адвокат рекомендует отвезти супругу к психиатру, чтобы задокументировать у специалиста ее неадекватное поведение. Но на это требуется время, а ребенка нужно кормить каждый день. Когда Джуд уходит, адвокат догоняет его на улице и рекомендует отвезти ребенка к бабушке на время разбирательства. Та сможет позаботиться о малыше. Но есть один нюанс. С юридической точки зрения и без согласия супруги это можно квалифицировать как похищение. Вернувшись домой, герой предлагает отвезти сына на прогулку, но Мина изъявляет желание составить компанию. Пока она одевается, мужчина забирает сына и сбегает, чтобы передать бабушке внука. Вернувшись к заплаканной жене, он отдает ей конверт от адвоката, где написано, что ее планируют лишить родительских прав. Тем не менее, она может навещать сына, для чего приходится ездить на электричке в загородный дом свекрови, где хранится охотничья винтовка и трофеи на стене. При виде сына на руках бабушки, Мина не может сдержать слез. Она остается одна в комнате, чтобы поменять ему подгузники, но свекровь подсматривает за ней, опасаясь, что она опять напичкает ребенка маслом. Заметив слежку, Мина убегает и встречает на пороге мужа. Джуд просит ее остаться погостить, но та маниакально твердит, что дом ей не нравится и что ребенку нужно вернуться в родную квартиру. Не заметив проблесков разума у супруги, Джуд отпускает ее обратно в город. В спальне герой замечает, что сыну опять давали масло для отторжения пищи. В следующий визит свекровь не оставляет невестку наедине с внуком, но когда ее отвлекает лай собак во дворе, Мина пытается сбежать с ребенком. Ее застает вовремя вернувшийся Джуд, который интересуется, что это она удумала. Женщина в прямом смысле хочет уйти от ответа, но натыкается на свекровь. Она повторяет, что хочет забрать сына домой, но родственники категорически против такого расклада. Джуд хочет забрать малыша, но супруга не отпускает. Тогда ему приходится толкнуть жену. От падения она разбивает губы, но встав, забирает вещи и уходит прочь. Ночью Джуд просыпается от красно-синих огней за окном. В дверь стучатся. Вместе с матерью он открывает дверь и видит полицейских. Вместе с Миной и представителем опеки они пришли забрать ребенка. Мина сняла побои и накатала заяву, перехитрив тем самым систему. Представители власти игнорируют слова психической нестабильности Мины, позволяя той унести сына и не отвечая ни на один вопрос Джуды и Энн. Герой висит на проводе, пытаясь разобраться в ситуации законными способами. Выясняется, что задокументированные медицинские освидетельствования о голодании ребенка ничто по сравнению с обвинением со стороны женщины в домашнем насилии, без вменяемых доказательств. Тем временем довольная Мина купает сына в ванной, после чего отправляется с ним гулять по городу. Хотя бы эту фобию она преодолела. Мина приходит на берег океана, где когда-то справляла свадьбу. Местная набережная часть являлась ей в кошмарных снах. Женщина рисует на мокром песке и показывает ребенку набегающие волны и пляшущие на них отблески закатного солнца. Среди ночи она просыпается от звуков шагов по лестнице. Ребенка нет в кроватке. Мина встает в полный рост и смотрит на того, кто пришел. Ночной визитер скрыт от зрительских глаз за кадром. Экран темнеет под звук выстрела. В следующей сцене Джуд бежит по ночной улице. Он забегает в полицейский участок, где копы передают ему сына. Обнимая его, мужчина плачет. Его мать дает показания, объясняя, что если бы Мина не умерла, то тогда погиб бы ребенок. Она попросту заморила бы его голодом. Поэтому бабушка так и поступила и уверена, что все сделала правильно. В финальной сцене Джуд гуляет с подросшим сыном по закатному пляжу. Этой прогулкой фильм и заканчивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова